Я обнаружил, что многие мужчины, в том числе и я, не до конца понимали, кем я являюсь. Если ты все время пытаешься доказать, кто ты, ты не сможешь быть служителем-лидером. Потому что Иисус понимал, что у Него есть цель, и Он понимал, что Он пришел, чтобы ублажить Бога, ну, сделать, угодить, угодить. Вы это найдете в момент, когда Он проходил крещение. Когда Он крестился, Святой Дух спустился, и голос неба говорит, что сказал, что это Моё Боговое Сын, которому Моё Боговое Сын. Итак, здесь Бог подтверждает, что это Его Сын, Его радость, и Иисус понимал, что Он является Сыном Божьим, и Отец радуется в Нём. Но когда мы посмотрим историю, whether it's in Matthew or Luke, the very next thing that happens, is the Spirit took Him out into the wilderness. Дух ведет Его в пустыню. And what did He take Him out into the wilderness for? Зачем Он повернул Его в пустыню? Десерт. А? They took Him to the desert for what? For what purpose? For testing. For testing. For testing. Да, для проверки, для истинкания. Итак, есть Иисус, Божий Сын, который знает, что Отец любит Его. Святой Дух ведет Его в пустыню. И какой самый первый тест и проверка которого Он проходит? После того, как Иисус спастился, все это время, я услышал этот вопрос. Он спрашивает, если ты Сын Божий, то, что дьявол делает, это пытается усомнить Иисуса в этом понимании. Каким Он является. Если ты Божий Сын, превратите камни в хлеб. И, конечно, Иисус отвечает Ему Слово Божие. Но каждый раз, когда испытание приходило на Его идентичность. И как я часто наблюдаю за тем, как дьявол что пытается сделать? Он пытается потрясти и усомнить нас в нашей идентичности. Он хитро предлагает взять нам нашу идентичность откуда-то из другого места, а не от Отца. И, в итоге, мужчины начинают брать в идентичность из других людей, подтверждение от других людей. Мы пытаемся найти уверенность от других людей, будучи ответственными или главными за что-то. Мы все время пытаемся доказать наше мужество. Но когда мы искушаем, и знаем, что мы идем в послушании Отцу, что Его лицо светит на нас, что Он любит нас, и что Он хочет, чтобы мы наслаждались всем Им, когда мы знаем, кто мы есть, Тогда и только тогда Мы сможем снять полотенце Снять полотенце, встать на самое низкое место и помыть ноги. Есть только один способ, как стать лидером-служителем. Это когда ты знаешь, что тебе нечего доказывать. Мне нечего доказывать. Все, что я должен делать, это любить Отца. И ходить по Его путям. И знать, что Он радуется над мной. И потому, что Иисус был абсолютно идеален совершением, мы не совершаем. Это значит, что когда мы заходим в границы греха, в зону греха, когда мы принимаем решение, Каким-то образом отклониться от воли Божьей, Как только Святой Дух обличает нас, Нам нужно смириться перед Отцом. Признать перед Ним, Господи, я согрешу перед Тобой. Но не только перед Отцом. Если я согрешу перед моей женой, Или против моих детей, Если я закричал, наорал на них, Был не таким, как Иисус, Бог ожидает от меня смирения в этот момент. Когда я делаю это, Он дает мне силу Победить этот грех. Кротость измерения всегда идет перед силой. То, что мы все мужчины хотим, это сила. Мы все хотим быть сильными. И мы хотим доказать всем, какие мы сильны. Мне не нравится это говорить так. Но самые, обычно же такие жесткие, жестокие мужчины, Обычно это самые неуверенные в себе люди-мужчины. Они не знают, кто они. Из-за того, что они не знают, кто они, Они пытаются силой В своих жене или в детях, Или в людях вокруг себя. Силый, твердый, такой тяжелый. Потому что я заслуживаю быть уважаемым. Мне не нравится об этом говорить, но это так и есть. Если вы хотите быть самым лучшим мужем, Которым можете только быть, Падайте на колени перед Христом, Перед Его ногами. И помните, что Он сделал для вас. Знайте, как сильно Он любит вас. Знайте, что Он отдал для того, чтобы спасти вашу душу. И живите, исходя из того, что вы знаете. Я понял, что многие живут, исходя из того, во что они верят. Давайте дам вам пример. Может быть, вам покажется, что это очень далеко от пранка, но все же. Я и вы, мы будем жить и проживать свою жизнь, исходя из того, во что мы верим. Помните, когда Иисуса остались, и Его положили в гробницу? Женщины пришли к этой гробнице, на тридцать день. Но с чем они пришли? Что они принесли с собой? Аромат. Аромат. Почему они принесли эти все благовония? Думали, что Он мертв, чтобы помазать Его. Это традиция была. Это традиция, да. Это традиция, потому что Он мертв, и это традиция, чтобы помазать Его. Окей, окей. Что вы думаете об этом? Чем больше мы об этом думаем. Они все еще верили, что Он мертв. И они действовали, исходя из того, что они верили. И они действовали, исходя из своей веры, из понимания, что Он мертв. Они принесли вот эти все благовония, к тому, как они верили к мертвому телу. Но как только они поняли, что Его там не было, что Он был жив, они побежали обратно к ученикам и сказали, Он жив. Мужчины, ученики, не поверили. Знаете, какие самые великолепные вещи в Евангелии? Все там великолепно, конечно, но все же. Подумайте. В Евангелии, у вас есть самое ужасное свидетельство, которое только могло бы быть. В культуре еврейской культуре. Понимаете, о чем я говорю? В еврейской культуре женщине не было позволено свидетельствовать на суде. Это должно было быть подтверждено словами какого-то мужчины. Бог в этой ситуации использует женщин. Самые невозможные и неприемлемые на тот момент свидетели с первыми свидетелями воскресения Иисуса Христа. Если вы попытаетесь убедить эту культуру, что что-то у нас в самом деле есть, вы бы никогда не стали использовать свидетелями женщин. Подумайте об этом. Да, Бог использует самых непредсказуемых для этого непредназначенных людей. Как вы бы подумали, что эти люди будут отвержены как свидетели 100%. Вот что говорит мне, что Евангелие это правда. Если бы я пытался убедить вас в том, чтобы истиной не являлась, я бы точно использовал людей, которым вы доверились. Я бы не использовал женщин, которые не доверились. Я понимаю, что это может быть в стороне от того, о чем мы говорим сейчас. Но вот самое главное. Эти женщины действовали исходя из своей веры. Двое мужчин-учеников шли в Умаус после воскресения. Почему они туда шли? Иисус присоединяется к ним в этом путешествии. И они спрашивают, он спрашивает у них, куда вы идете? Почему вы такие печальные? И они отвечают, они говорят, вот тот, в которого мы верили, которого мы думали, что является Мессией, они его распяли. Другими словами, он мертв. Поэтому мы уходим. Хотя они говорят, и помнишь, что он говорил, что он вернется к жизни. Но они верили, что он мертв. И действовали исходя из своей веры, уходили. Иисус присоединяется. Он начинает говорить. Он делится своей жизнью. И через законы, пророков. Он проповедует им о себе. И они готовятся ломать хлеб. И, наверное, в этот момент они увидели его руки. И дырки от гвоздей. И неожиданно они поняли, кто он. Но что первое, что они сделали? Они побежали обратно в Иерусалю. Их действия изменились, когда их вера изменилась. Если вы верите, как мужчина, что вам нужно управлять своей жизнью, чтобы быть мужчиной, вы никогда не сможете служить своей жизнью. Вы никогда не сможете помыть ей ноги. Вы никогда не набросите полотенца. Потому что вам все время будет нужно что-то доказать. И самый главный урок, который я выучил как мужчина, что я не должен ничего доказывать. Все, что я должен сделать, это знать, что Бог, Отец меня любит. Что я иду с Ним, и Он радуется мне. И также, что когда я не иду с Ним, я не могу ожидать Его помощи или Его благословения. Хотя Он хочет помочь мне, Он не изменит свой характер. Попробуем немножко... Попробуем немножко... Попробуем немножко... How? How many of you have seen teenagers sometimes? Вы на родителе все тинейджеров, подростков? У них разные плакаты на стенах. They're heroes. They're heroes. It may be a sports figure. It may be somebody that's in rock'n'roll. Or whatever they call it now. But they have these pictures of people. And it's people that they admire. They almost worship them. They become like idol students. Они становятся как типы для них. And here's what I've discovered. Вот что я обнаружил. That we are more interested in accomplishment Что мы больше заинтересованы в достижениях И эффективности, успешности Чем в характере, личности. Потому что они... Ну, кто-то повесит этих людей на стене. Они там спортсмены. Но они настолько плохи, как люди, нехорошие. Я помню мужчину по имени Магический Джонсон. Магик Джонсон. Он был баскетболистом. Очень хороший игрок. Он получил спид. Заразился спидом, потому что он спал с разными женщинами. Но многие молодые люди идеализировали его. Благодаря тому, что он мог сделать на площадке. И они не были заинтересованы в том, какой он человек, как личность. Бога не интересует, что он может делать. Потому что вы можете сделать что угодно без него. Но то, что на самом деле Бога волнует, это ваш характер, ваша личность. Это очень цепляет мое сердце. Потому что я вижу мужчин, которые очень успешны в определенных сферах. Может в бизнесе, финансе. Они много чего могут сделать. И многие люди восхищаются ими. Но их характер, их характер, их характер отвратительный. И одна вещь, которую мы часто делаем, как люди, особенно мужчины, это мы направляем наши глаза на то, что кажется успехом. И мы можем начать восхищаться этим. До момента, когда это практически становится идол. Я бы отдал все, чтобы иметь такой успех. Проблема в том, что... Готов ли ты отдать свой характер ради этого успеха? Готов ли ты не делать то, что ты должен делать? Потому что люди могут не посмотреть, что ты не такой успешный, как ты бы хотел. И вы можете спросить, ну, как это связано с тем, чтобы быть хорошим мужем, отцом и быть служащим лидером? Быть лидером, который угождает Бога в своей семье. Означает, что ты должен захотеть встать на самое лучшее, чтобы достичь того, чего Бог хочет, чтобы ты достичь. Чтобы сделать твою жену просто светящейся, прекрасной. Я не говорю о мейкапе, я говорю о внутреннем скрытом сердце. Где она видит в твоей жизни. Она видит в своей жизни того, кто любит ее без каких-либо условий. Со всеми ее косяками. И ты хочешь любить ее точно такой, какая она есть, как Иисус возлюбил вас. Наверное, одно из моих любимых мест писаний. Время оно. Где говорится, что Бог показал свою любовь к нам. Таким образом. Что пока мы были еще грешниками, Иисус, Христос, умрёв за нас. Что это говорит, это... Когда мы были в самой худшей точке своей жизни. Иисус любил нас с абсолютной любовью. И Он был готов отдать Всю жизнь. Несмотря на все то, кем мы являемся. Чтобы сделать нас тем, кем Бог хочет нас иметь. И вот, что мы делаем как мужчины. Очень часто мы хотим, чтобы наша жена поменялась. Мы хотим, чтобы она стала определенной, такой, как нам хочется. И очень часто, когда с их стороны есть какие-то проблемы и трудности. Вместо того, чтобы любить их Христом и любовью такими, какие они есть. Мы сдерживаем свою любовь к Ним. И, по сути, говорим, пока ты не станешь такой, как я хочу, Я не дам тебе ту любовь, которая тебе нужна. Самый большой урок, которым я могу у вас научить, Это то, что Бог научил мне. И ожидайте от себя изменения. По Божьей благодати. Вы становитесь близки с Богом. Вы позволяете Богу сорвать все маски себя. Все, чем вы прикрылись. И вы кротко и смиренно приходите. С ословленным сердцем. С воплем. По своей разрушенной жизни. И вы бросаете это все на землю перед Ним. И вы доверяете Нему. Показать себе, кто выиграешь. Из Писания. Потому что Писание говорит, что вы больше, чем завоеватель. Вы больше, чем завоеватель. Вы больше, чем завоеватель. Вам нечего доказывать. Единственное, за что вы ответственны. Это любить Бога всем в своем сердце. И любить его ближнего. А самый ближний – это ваша жена. Так же, как вы любите самого себя. Я не знаю, что было случилось в церкви. Я уверен, что это хорошо. Я говорю, в целом, о церкви. В церквях на Западе, в Америке. Одно из больших вещей, которым учат, это то, что ты вначале должен полюбить себя, перед тем, как ты полюбишь себя. У вас, примерно, так же это учит, или нет? И они берут это из Евангелия от Матфея, где говорится, что вы должны быть Бога ближнего, как самого себя. И они говорят, вот видите, вы должны любить себя. Вот проблема в нашем мире. Мы слишком много любим себя. Вот что я обнаружил. Бог хочет, чтобы я любил свою жизнь. Так, как я уже люблю себя. Что я имею в виду в этом? Если я порежу, я достаточно себя люблю, чтобы наклеить пластырь. Если я устал, я достаточно люблю себя, чтобы прилечь отдохнуть. Понимаете, что я веду? Мы уже достаточно себя люблю. Что мы сделаем все, что нам нужно быть. Мы сделаем все, что нужно для себя. И что Бог хочет, чтобы я сделал? Что бы я любил свою жизнь? Так, как я уже себя люблю. Если я вижу, что она устала и измотана, я помолюсь в том, что она может доверять в мне. Я поддерживаю ее. Я помогу ей. Я убежусь в том, что она может доверять в мне. Шерри делилась с вами. Каким я был, когда был молодым и пославшим. Что она не могла доверять в мне. Я практически боролся до смерти за свою личную жизнь, за свою приватность. И я открыл свою жизнь перед ней. Чтобы она понимала, что она может задать ей любой вопрос, абсолютно другую тему, в любое время. И я отвечу ей правду. И вот, что я заметил. Особенно в ситуациях, когда где-то была неверность. Если жена была предана. Первое, что уходит, это чувство доверия. Жене нужно построить заново это доверие. Это значит, что муж должен захотеть быть полностью прозрачным и открытым. Если она попросит посмотреть мой телефон. Вот мой телефон. Если она попросит посмотреть мой компьютер. Если она задаст вопрос, где я был. Вот где я был. Вот что я делал. Я должен научиться в этот момент, что если я хочу, чтобы я был хорошим браком, она должна быть доверять мне полностью. Что бы я ни делал, она знала, что это для ее блага. Вот если ты должен положить на землю на пол свою жизнь за свою жену. Я хотел бы тебе сказать 25 способов, как стать лучшим литином служителем. И я целая книга тут. 4-5 страниц на эту тему. Вы скажете, может быть, ты мог бы и рассказать это все. Но мне кажется, что то, чем я поделился с вами, это то, что вам нужно. Подберитесь, кто вы во Христе. Возрадуйтесь, кто Он есть. Любите Его, потому что Он первый полюбил вас. Открывайте свое сердце и выливайте его полностью перед Ним. И что бы Он ни говорил вам. Это как на свадьбе в Канан. Вы помните, когда свадьба была в Кангеле, они пришли к Марии. И что она сказала? Она сказала, что бы вам Иисус ни сказал, делайте это. Кстати, это сообщение при Католике. Когда Иисус говорит вам, делайте то, что Иисус вам сказал. Вам нужно быть Католиком, чтобы понять, что это такое. Есть ли вопросы какие-то? Любая тема, абсолютно. Здесь пять минут. Есть такое, что говорил, чтобы быть прозрачным полностью. Мне кажется, что когда ты искренне любишь Неса Афтии, это как правильно привести? Я не знаю этого слова. Это не жалеет себя? Нет, когда ты истинно, искренне любишь жену, что женщина, она прямо как рентген, она чувствует это. И она уже у тебя не будет просить, ни телефон посмотреть, ни компьютер, ничего. Это только тэшам, патэса. Но и сеть Милу, Неса Афтии, тогда женщина это чувствует. Это утверждение или вопрос? Вопрос и утверждение. Ну, то, что он говорил, что она быть готова все показывать. Но когда есть истинная любовь, ты любишь женщину, просто вообще ничего не думаешь уже. У нее это чувство, но прямо женщина как рентген такое. Она чувствует, ты любишь или нет. Что в тебе? Как правильно перевести? Мысль донести. Нет, нет, это снова такая аутенция, чтобы топать с нас. Ну, видишь, да. Он говорит, что надо просто быть готовым, если тебя спросит. Нет, есть какая сакума, кто-то такая праздник, а потом там такая, что там нет пресс, кто-то не пресс, кто-то не пресс, кто-то не пресс. Будет готов. По успеху, кто-то не прессит. Как-то протеста, где не стихать себя. А мне не стихать. Я не буду говорить. Я хочу сказать, что, что, если говорить о транспаренции, когда ты любишь женщину безусловно, полностью, она как рентген... Мужчина как раз X-Ray. Они видят тебя через тебя, чувствуют себя, если ты любишь тебя, не так, полностью. Может быть, ты даже не нужна такая консистерия, потому что она чувствует это. Она может показать твои... Она не нужна. Я говорил, что когда женщина, когда муж ей сделал больно и она потеряла доверие, это нормально не доверять мужу после того, это нормально. Прощение может нам получить очень быстро. Но доверие нужно заслужить. И если ты умудрился получить обратное доверие после того, как ты его нарушил... Чтобы это сделать, ты должен быть открыт, чтобы помочь ей. Это вопрос не о том, как будет удобно мне. Это то, в чем нуждается моя жена, чтобы расти, расцветать и восстановить наше доверие. Так что я буду ради нее это сделать. Очень часто мужчины становятся очень такими... Ставят строить защиту. Мы сейчас же работаем с одной парой в Америке. И вот этот мужчина построил защиту. Ты что, не доверяешь мне? Ответ – нет, я не доверяю. Почему я должна доверять? Ты не заслужил этого доверия. И он не видит, что у него есть обязательства, обязанности. Он ответственен за то, чтобы построить заново это доверие. Но он ожидает от нее, чтобы она просто доверяла ему. Это нечестно. Это неправильно. Ответ – не